Добрый вечер, тебе время суток. Порядка 80% запрошенных майнеров в инстаграме хотят поподробнее узнать про криптонайт, алгоритм. У меня к тебе вопрос, что именно ты хочешь узнать, напиши в комментарии, а я начну с того, что засниму настройку GCMiner. Если ты не можешь подключиться по какой-то причине к моему телеграм-каналу, снизу будет ссылка именно вот, чтобы мне написать. Напиши мне в телеграме, я тебе скину инвайт. GCMiner, с чего начнем? Значит, начнем с того, что подключимся к ферме, я уже подключился к своей ферме. Настройку мы с тобой будем делать для Monero. Для того, чтобы это сделать, надо понять, на каком лучше пуле ее копать. Вот если зайти на толчок, биткоин толк, здесь снизу ссылка Monero Pools в официальной их теме. Мы попадаем вот на эту страничку и смотрим по пулам. Видишь, максимальный пул в данный момент практически 102 мегафеша, ну, 101, ладно. Это имеет пул на напул, то есть под него мы и будем делать настройку, потому что более большое количество долей. И здесь также можно посмотреть тип пулы, лишь по PLNS там и так далее. То есть все смотрится вот на этой страничке. Дальше переходим на на напул, нажимаем здесь раздел Help. Для чего это надо? Чтобы понять, как нам, соответственно, вписывать оставшиеся настройки. И вот по одному из этих четырех сценариев, видишь, мы с тобой можем вписать настройки. То есть либо так, либо так, либо так все будет работать. Теперь нам с тобой нужно скачать сам GCMiner. Это делается тоже на биткоин толке. Здесь два варианта. Видишь, первый вариант мы можем с тобой загрузить его прямо с толчка. Либо второй вариант, можно скачать его с GitHub. GC on GPU miner 0.33b. Ну, а дальше просто скачиваем его. Нажимаем Download. Все, он ругается. Видишь, не хочет скачивать. Для этого надо, соответственно, нажать здесь загрузки и разрешить ему сохранить. Я надеюсь, ты ничего ценного не хранишь на ферме, да? То есть это скачивается именно на ферме. Ценному там ничего не держи. Вот это огромное количество монет майнится по этому майнеру тоже. Вот у меня папка, видишь, GCMiner. Значит, смотри, настройка полностью вся делается из файла start.bat. Для этого нажимаем кнопку Изменить. Вот здесь есть много-много разных цифр. Здесь пугаться нечего. Здесь, на самом деле, надо поменять всего несколько параметров. И первый параметр, это, естественно, как всегда, пул. Будем копать на Европе. И вместо вот этого пула вписываем вот этот пул. Дальше вписываем порт. Порт 14444. Вписываем его вот сюда вместо вот этого порта. Нажимаем Ставить. Теперь крутим вниз. Доходим до кошелька. Смотри, кошельки бывают двух вариантов. Бывают с Payment ID и бывают уже с включенным Payment ID. Я очень часто слышу этот вопрос в Телеграме, поэтому я именно здесь вот подобрал вариант с включенным Payment ID. Есть такая биржа Trade Ogre. Она позволяет практически во всех случаях тебе вписывать уже кошелек в одну строчку без точки с Payment ID. Для этого, я видишь, вот здесь в закладке Баланса, вот она закладка Баланса. Здесь вбиваю XMR. Он мне его находит. Я нажимаю пополнить депозит. И просто вот этот адрес я его переставляю туда к себе в батник GC. Тут все полностью выделяю и нажимаю кнопку Ставить. Главное, смотри, чтобы вот здесь вот пунктуация у тебя осталась. Вот эта кавычка, вот эта кавычка, ничего не задеть. Или не будет работать просто Майнера. Ошибку будет выдавать. Отлично. Дальше крутим. Вот здесь вот поле Паспорт. Оно иногда бывает нужным. Мы сейчас посмотрим, есть ли пароль на поле. Ну, пароля нет, но по стандарту X вроде не должен мешать. Теперь нам что с тобой нужно сделать? Нам нужно с тобой выбрать алгоритм подходящий. У нас в данном случае под Монеро будет V8. Соответственно, вот здесь нужно где SatFork выбрать 15. Потому что вот видишь, да, ему здесь 15 номер подходит. Вот так вот вписываем 15. По идее, все, можно копать. Сейчас проверим, будет работать, нет, сам не знаю. Все, закрываем батник, пробуем запустить. Ну, короче, в среднем где-то 550, получается маловато. Еще раз старт изменить, запускаем файл конфиг, чтобы его запустить. Вот здесь вот так удаляем, пишем минус C, конфиг.txt. Теперь он будет запускать не автоматическую настройку, он будет запускать файл из вот этого конфигуратора. Вот он, конфиг.txt. Вот мы его открываем. Видишь, я здесь писал. По умолчанию здесь было вот так. Вот, это одна карта на два потока. Вот она, два потока. Соответственно, пишется первый поток, второй поток. По умолчанию здесь идет 100, ну, где-то, короче, 100 с копейками, получается, да. А я вписал все остальные свои карты. То есть, вот эта вторая карта, это третья, соответственно, четвертая, пятая, шестая, ты понял. Карты отличаются под индексу. То есть, вот нулевая карта, это первая карта, вот она идет, видишь, индекс 0. Соответственно, я вписал мультихэш, сейчас дойдем. Вторая карта, свои мультихэш, тоже дойдем. Вот эти вот мультихэши, это, грубо говоря, чтобы ты понимал, это как в SRB-майнере интенсивность, примерно то же самое. Смотри, еще вот такая штука я нашел. Это на гитхабе, в официальной теме. Здесь настройки вот этих вот мультихэши под разные карты, под разные алгоритмы. Что тут интересно? У меня карта 470, под нее не было настройка, мне пришлось гадать. Но вот я взял приблизительно, на каких значений я стал ориентироваться. Вот 570, видишь, криптонайт V7. И здесь, соответственно, было вписано 1008. Я сперва так, в принципе, и вписал, а потом стал просто добавлять. То есть, под разные карты, свои настройки тебе уже надо будет самому мудрить. То есть, допустим, если у тебя, например, Vega, да, вот 64, у тебя здесь будет 1920, и то мы там с Хэнди ТВ созванивались, да, по Google Hangout, и вписывали ему большее значение, тоже нормально работало. То есть, он там сейчас сидит на своих картах, разбирается под Vega, под 580. Так вот, основное, что нужно, это мультихэш, все остальные параметры можно не смотреть. Видишь, по умолчанию он тебе пишет мультихэш 128, это вообще очень мало. То есть, в любом случае, тебе надо будет менять, если ты будешь ставить ручную настройку. То есть, мультихэш, ты понял, это наше все. Дальше, если ты не хочешь, чтобы у тебя майнил процессор, тебе надо будет вот эту строчку вот так вот удалить. И опять запускаешь батник уже на новых настройках. Мы созванивались, как я тебе сказал, с Хэнди ТВ, да, общались с ним. У него лучше майнился на Vega и на 580 карте на 18.6.1. Когда я поставил драйвер 18.6.1, у меня сейчас стоит, я тебе покажу, у меня стоит блокчейновский драйвер, у меня майнит лучше на 478 картах моих. У него на Vega 56 и на 580 карте лучше майнит на 18.6.1, с учетом, если он ставит режим вычислений. Также, что здесь надо ответить, этот майнер, он не предназначен для линукса. Ну, то есть, если ты на линуксе, тебе надо будет или XMR-стаг, или ждать криптонод, сейчас должен будет выйти со дня на день. Либо переходить на винду и пользоваться SRB-майнером, либо GC-майнером по 2.8. Ну, на данный этап времени, на сегодняшнее число сегодня какое, на 22 октября. По комиссии майнера посмотришь на гитхабе, там от 1 до 1,5% в зависимости от того, какие у тебя там процессоры. Но если ты процессор отключаешь, у тебя комиссия майнера не идет, как я понял. И еще GC-майнер, он не поддерживает седьмую винду, не поддерживает винду 32-битной. То есть, он поддерживает только десятку 64-битной, это важно. И еще, смотри, такой важный момент, GC-майнер, он работает по принципу, что он сперва запускает тебе видеокарту на 80% своих возможностей. Потом в течение где-то 5 минут он ее разгоняет до 100%. То есть, тут как бы, чтобы сравнивать, если будешь с другими майнерами, тебе надо будет 5 минут подождать, чтобы разобраться для нормальной статистики. Ну, а чтобы в самом майнере тебе отключить процессор, тебе надо нажать кнопку U, видишь, он пишет паузу, процессор на паузе. Короче, запустил я майнер, по времени можешь смотреть, прошло еще часа 3, намучился, у меня GPU 0, GPU 0, видишь, вот смотри, не выдавал вообще хэши. Вот сейчас выдает 537, 680, видишь, начал качать по тем настройкам, что мы с тобой поставили. А вот все время выдавал 0. Оказывается, знаешь, в чем было дело? Я что только, я резера пошел поменял, всю ферму пересобрал, блин. Ну, короче, полная традиция. Оказалось, знаешь, что у меня внутренний монитор, вот этот, вот эту внутреннюю Intel HD графику я отключил, и он стал, короче, нормально определять, представляешь? Вот такой вот маленький лайфхак, да, чтобы ты в нее не попал, сутки не мучился. И все, и карты, смотри, более-менее стали, 478 карты, 6 карт, стали качать уже 4559. Это я только-только запустил, сейчас он немножко раскачегарится, чуть попозже посмотрим, сколько будет. Здесь ты должен понимать, что здесь приблизительные настройки под определенные карты. Но вот этого значения, мультихэш, тебе надо будет подбирать самому из расчета 16, чтобы оно делилось на 16. Как тебе это правильно объяснить? Вот видишь, 944 должно обязательно быть целое число. Если целого числа не будет, не запустится. Вот видишь, 944 делим на 16, получается целое число, 59. Или вот смотри, если мы берем, например, подвигу, да, подвигу 64, 1920, тоже получится целое число. Если будет число с дробью, то у тебя не запустится майнер, будет ошибка, понял, да? Вот 16, видишь, тоже целое число получается. А какие вот эти вот мультихэши, уже тебе предстоит выяснить, какое лучше будет под твою видеокарту. От 750 до 800 Ватт скочек, но примерно то же самое, что на СРБ-майнере. Давай посмотрим по хэшам, что творится. А вот здесь выдает, видишь, в районе 4600, 4559. А итоговая скорость, которая приходит с пулу, нужно нажать кнопку R. То есть вот это H, нынешняя скорость, а R это последняя скорость. И смотри, если мы R нажимаем с тобой, да, то здесь, видишь, карта как бы скочет. Но она еще не прогрелась, какая-то прогрелась, какая-то нет. Последняя карта 884. Самая максимальная, 478 и 1179. Напоследок предлагаю тебе сделать последнее действие. Это прибавить в автобернере памяти, потому что ты помнишь, что на СРБ-майнере у нас было с тобой 225. Здесь хочу задать то же самое. И, соответственно, прибавить значение по картам. У нас лучше всего карта вот здесь выдается, видишь, 750 хэш, и это GPU 0. А если мы смотрим скорость в реальном времени, то GPU 3 добавить вот этих значений. То есть, видишь, где-то есть 1760, это как раз-таки получается какой GPU по счету? Индекс 3. Это GPU 3 как раз-таки. GPU 3. И вот я сейчас задам где-то 1796 с запасом. Здесь памяти добавлю, и мы с тобой посмотрим, что получится. Окей? Я не понял, видишь, я неправильно цифру задал, она на 16, походу, не делится. Давай проверим. Вот как раз, видишь, вот эта ошибка. Вот эта ошибка. Захожу в конфиг. 1796. Сейчас мы с тобой посчитаем. 1796 делю на 16. Делится, нет? Ну вот, видишь, не делится. Значит, надо задать 112. 112 умножить на 16. 1792. Блин, опять все переписывать. Ладно, жди. То есть, ты понял, майнер просто не запустится. Так же, как вот тут. Если будет какая-то синтаксическая ошибка, опять же, не запустится. Все, сохраняю, запускаю. Ctrl-S нажал. Поехали, старт. Индекс 5. Ингопузы. Компимаз 2. 0.4. Опять какая-то ошибка, блин. Сейчас, ладно, погоди, разберусь. Может, у меня видеокарта отлетела? Ну-ка, посмотрим. Да, у меня, смотри, раз, два, три, четыре, пять. Пять видеокарты. Одна отлетела. Короче, я пошел перезагружать ферму. Перетыкну все разъемы сейчас. И когда уже запущу, я тебе покажу. Видишь, вот это тоже как полезно тебе будет. Отлетел видюх, соответственно, надо, он тебя опять же не запустит. Потому что у нас расчет здесь на шесть видеокарт. Понял мысль, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, просто вытащил, райзер вставил, и он, соответственно, его увил. Ну, не знаю, почему так. Может, что-то с разираем, может, еще чего, понятнее имею. Смотри, как пошел по 800. 800, 820, он только стартанул. Оп, и упал. Смотри, все карты от 800. Как тебе? 4,7, с 8. На Монеро V8. Что думаешь? Я не помню, вот это я тебе как показывал. Свойства, дополнительные параметры, что здесь надо как бы памяти побольше иметь. Вот, видишь, я поставил 54-70. Потому что 6,8, 48, ты понял, еще система, и должен быть запас у тебя. Понял мысль, да? Короче, я сделал плейлист на канале. В нем, видишь, вот прошивки, батники, соответственно, майнеры, все будут там. Там вот SRB майнер есть. Сюда добавлю GC майнер, майнер, вот как добавить TDX майнер на HiveOS, да? По этому принципу можно любой майнер добавить. Различные настройки, то есть какие майнеры будут появляться, будут добавляться туда. Ты понял мысль. А на это у меня все. Подписывайтесь на канал в Telegram, в Instagram, соответственно, на YouTube. Всего доброго. Пока-пока.